А вот-вот-вот она и зацепочка. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей строяны равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленные родни, ни ему самому, и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом. Доносы? Разбирательство церковное? Ну, как вы думаете? В Испании бы на костре горел давно уже, великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет, нет, нет. Жадный, вороватый, казнократ. Морозов совсем был не дурак. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию. Несложно догадаться, как и у всех его последователей, мало чего из этого получилось. Так талантливый человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни. Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа Рутюба. Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему Ютюб и все другие носители. Виктория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории». Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о России 17 века. Вы часто в комментариях пишите «опять рассказ о царях». Это ведь не совсем так, мы понимаем. Да, что сквозь монархов мы рассказываем о времени, об эпохе. Но просите иногда рассказывать и о других героях. И поэтому мы поговорим о героях 17 века, о людях 17 века. Потому что мы их, в общем-то, не знаем. Спроси школьника хорошего, что он помнит из истории 17 века. Не считая смуты Минина-Пожарского, а что потом? А потом был Алексей Михайлович Тишайший, скажет отличник, и Стень Каразин. Все, список исчерпан. А людей было много, люди были интереснейшие. Поэтому поговорим о команде, о тех, кто окружал наших монархов 300 лет назад. Три части будет. Часть первая, я ее назвал «Соправители». Три крупнейших фигуры в истории столетия. Три человека, которых можно по праву назвать соправителями царствующих монархов. Это патриарх Филарет, отец первого Романова Михаила. Это боярин Морозов, не путайте с бояриной Морозовой. Дядька Алексея Михайловича Тишайшего. И, конечно, патриарх Никон. Символ церковной реформы. Фактически глава правительства некоторое время при Алексее Михайловиче. Ну и, конечно, в нашем сознании, в первую очередь, символ раскола. Три мощнейших фигуры. О чем будет вторая и третья часть, я вам расскажу в конце. Начнем с того, почему мы выбрали эти три фигуры. Потому что в преломлении истории через судьбы власти имущих ты понимаешь, как мало изменилась жизнь. Цари, генсеки, президенты меняются. А, в принципе, всегда одно и то же. Те же интриги, зависть, толкотня в приемной за доступ к телу первого лица. Просто команды вокруг первых лиц формируются по-разному. Сегодня эти команды единомышленников, эффективных исполнителей, иногда друзей по университету, иногда тех, с кем просто вместе работал, кому доверяешь и понимаешь, от кого что ожидать. Поэтому в истории 20 века у нас была с вами, помним, да, и там Днепропетровская команда Леонида Брешнева, Уральская, Свердловская команда Бориса Ельцина. Много шуток и анекдотов было насчет питерской команды. Начало 21 века. Помните, какая замечательная шутка? Никто не обижается. Все все понимают, когда 2001 год и в администрации президента отдел кадров отсматривают кандидатов. Хороший кандидат, подходящий на какую-то там ступеньку подьячьего, как бы сказали, в 17 веке. Его спрашивают так. Где вы родились? В Москве? Хорошо, Москва, да, Москва. А учились в Московский государственный университет. С Ленинградом никак не связаны, может быть, родственники. Мама, папа переехали. Нет? Жалко. И работали с той поры в Москве. Проживаете адрес? Ленинградский проспект, дом. А вот, вот, вот она и зацепочка. Так что в разное время команды формируются по разным принципам. Нет в этом ничего странного, такова человеческая природа. Тогда, в 17 веке, команды формировались по принципу родственному. Опора на родственников. Все друг с другом, так либо иначе, связаны родственными связями. И родственников своих род продвигают. Это ключевое для понимания элитных балансов вокруг монарха 17 века. И хотя каждая из наших трех героев сегодняшних достойна отдельного рассказа, мы постараемся охватить все сразу. Не скажу голопом по Европам. Но голопом по сонному московскому царству. Давайте начнем по порядку. Первым нашим героем станет Федор Никитич Романов. 1553 года рождения. Еще середина 16 века. Время Ивана Грозного. И когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленные родни, ни ему самому, и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом, соправителем московского царства. Кем угодно. Воином, крупным чиновником, но не монахом. Он рос очень боевым парнем. Вспоминали, что мог на саблях побиться. Военные, подготовленные. И на кулачках за себя постоять на Москве-реке в потеху. Первый щеголь на Москве. Любимец девушек, как бы сейчас сказали. Завидный жених. Но история сложилась таким образом, что он станет патриархом, монахом. Без Филарета в этой лекции никак нельзя, потому что он прямой предок всех последующих в нашей истории, царей и императоров. Напомню базовую связь, привязку к Рюриковичам. Отец Федора Никитича Романова – брат царевны Анастасии. Царевна Анастасия – первая жена Ивана Грозного. Любимая его жена. Связь Романовых и Рюриковича некровная через брак. Но тем не менее, Федор Никитич Романов считается племянником царицы, племянником первой жены Грозного. Уже при Федоре Иоанновиче, при сыне Грозного, он имеет чин боярина и, более того, считается одним из трех членов так называемой Ближней Боярской думы. Если мы возьмем всю Боярскую думу, численность ее была нефиксированная, там могло быть и 12 членов. К концу 17 века она очень сильно разрастется. Но если мы возьмем с вами всю Боярскую думу за условное ЦК, то Ближняя дума – это прямо-таки Политбюро. Федор Романов к моменту, когда пресеклась династия Рюриковичи после смерти Федора Аныча, ему 45. Золотой возраст большого политика, особенно в те времена, становится одним из законных претендентов на престол. Но далее, как мы знаем, интриги, выборы. И царем избирают Бориса Годунова. Борис Годунов убирает из Москвы всех своих былых конкурентов. Романова постригли в монашество, равно как и его супругу. Федор стал Филаретом. Лжедмитрий I, поскольку изображал из себя родственников и царя, и, соответственно, родственников Романовых, всех их реабилитировал и позволил Филарету вернуться, назначив его ростовским митрополитом. Затем Лжедмитрий II делает его так называемым ненастоящим патриархом. То есть патриархом без выборной процедуры. Этой незавидной славы впоследствии Филарет всячески избегал. И говорил, что он не соглашался на пост патриарха, что его заставили. Что патриархом он был тогда ненастоящим. И вообще тщательное свое резюме эту строчку вычеркивал. Но был, числился при дворе Тушинского вора, как бы почти патриархом. Потом Семибоярщина, правительство Семи виднейших бояр отправляют ненастоящего патриарха, но авторитетного человека. Филарета Федора Романова в составе посольства к Сигизмунду под Смоленск. Уговаривая Сигизмунда прислать Владислава на московский трон, а не пытаться захватить Москву самому. Чем это закончилось, вы знаете. Мы об этом уже рассказывали в предыдущих лекциях. Поляки не церемонились. Просто захватили наше посольство, вопреки всем принципам дипломатического иммунитета, в плен. В плен попало и Филарет, и вот в плен он провел почти 9 лет. Уже будучи совсем преклонных по тем временам годов под 60, возвращается он только после заключения перемирия между Россией и Польшей в 1619 году. На троне его сын Михаил, и тогда-то он и поставлен патриархом уже по процедуре, по-настоящему. Церковный собор, выборы, при этом в выборах помимо иерархов русской православной церкви участвует еще и патриарх Иерусалимский, и знатные высокие церковные чины греческие. Надо сказать, что греческие патриархи регулярно приезжали в Москву в последние десятилетия, потому что денег нет. А Москва самая богатая православная держава. Так что порешать вопросы, заодно попросить финансовой помощи, с той поры мало что меняется. Итак, с этого момента, 1619 год, наш герой, патриарх Филарет, занимает при государе-сыне совершенно исключительное положение. Более подобного никогда в истории России, ни до, ни после не было. Потому что отец и сын официально соправители. В царских указах имя патриарха рядом с именем царя. Патриарх носит титул, кавычки, «Великий государь, святейший патриарх, Филарет Никитич». Так, и по-светски, потому что царь Михаил Романов тоже великий государь. И как бы по-церковному святейший патриарх Филарет. Но опять же, не просто Филарет, а Филарет Никитич. С отчеством. Прошения, челобитные, подавались на имя обоих великих государей. И царя, и патриарха. Как сейчас пишут по электронной почте или на официальных документах в копии кому-то, так патриарх был не в копии. Патриарх был вторым получателем челобитной. Соответственно, указы царские и грамоты также рассылались за двумя подписями от лица обоих. И даже иностранных послов когда царь принимает в Кремлевском дворце в Москве, рядом патриарх. Послов тоже принимают два великих государя. Как вспоминали современники, тот некогда первый московский щеголь, дамский угодник и драчун Федор Романов, став патриархом, не сильно погрузился в теорию богослужебных вопросов. Или, как писали тогда, в кавычки, писанию разумел отчасти. Деликатно сказано, однако при всем при этом государственный ум, большой государственный ум, твердая воля, колоссальный опыт и, немаловажно, умение при молодом царе вселять страх в бояр, этим он отличался в полной мере. А также хорошо владел ратным делом, то есть мог дать толковые военные советы, стратегические царю, и был не сребролюбив, не жаден, скромен в быту. Ну, а зачем патриарху, у которого сын, к тому же царь, быть сребролюбивым? У кого воровать? У сына своего, что ли? Будущих наследников? Это логика Сталина. Мы тоже помним с вами, как шокированы были все, когда описывали личное имущество Сталина на ближней даче после его смерти. Я не помню. Пусть поклонники либо ненавистники былого вождя народов меня не критикуют, но сапоги стоптанные две пары, Шинель одна, Френча три, рубахи четыре, собственно и все. Логика такая же. Зачем тебе лишние сапоги, когда в твоем распоряжении вся страна? И разница просто в расстановке приоритетов. Конечно, генсек не мог передать свою власть по наследству. А патриарх передавал. Вот он, сын, государь, и вот он растет, внук, будущий государь, Алеша. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей строены равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. Если до Филарета в Москве просто расцвет демократии, то есть 10 лет практически, 612 по 622 год, беспрерывно длится сессия собранного земского собора, то патриарх возвращается, присмотрелся, разобрался с делами, и все. И далее делегаты, депутаты распускаются по домам, потом земский собор будет еще собираться. Но для решения определенных вопросов. примерно как у нас в советские годы съезд народных депутатов. Все в московском государстве делалось с ведома Филарета или по прямому его наущению. Помните, как в охранной грамоте, которую перехватил Атос, кино, помните книжку? Атос Умиледи, да? В этой охранной грамоте, которую вредная женщина прятала, было написано в кавычках «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему повелению и на благо государства». Подпись Ришелье. По сути, примерно такие охранные грамоты мог бы выдавать по своему статусу и властным полномочиям и наш патриарх Филарет. Кому захотел бы и как захотел. Кстати, Филарет очень хотел женить своего сына поначалу на заграничной принцессе. Расчет был очень простой. Если наследник будет результатом союза избранного государя Михаила и урожденного багрянородного какого-то иностранного семейства, то тогда наследники будут иметь просто в европейском общественном мнении, да и во внутреннем тоже, больше прав на престол, на сохранение династии. Посылались посольства за границу и в Данию и в Швецию. Но тогда Россия была слаба, поэтому как-то ничего с этими брачными историями не получилось. Западные контрагенты отказались. Патриарх Филарет был самым настоящим реваншистом. Видимо, натерпелся он в польском плену, он был сторонником нанесения Польши ответного удара, отвоевания смоленских земель, военного реванша. Был просвещенным человеком. Он восстановил печатный двор рядом с Кремлем на Никольской улице, который сгорел при поляках. Поляки книг не печатали. И вообще при патриархе, который как бы окормлял книгопечатания, главным образом же книги печатались церковно, и светских было немного. При нем объемы книгопечатания значительно выросли. Книги рассылались по всей стране. В Сибирь направлялись бесплатно для распространения крестьянства и грамоты среди народов Сибири. Вообще считается, что за время вот этого второго патриаршества, настоящего, Филарета было в московском государстве напечатано больше книг, чем за всю предыдущую историю, начиная с Ивана Федорова. Патриарх был ревностным православным иерархом. Он настоял на том, что католиков впервые приравняли к еретикам, к нехристям, которых надо, если они хотят принять православие, просто крестить заново, как каких-то язычников. Логика понятна, и она была поддержана обществом, потому что русский человек после смуты не понимал, как этот католик литвин поляк вообще может считаться христианином. Как он может считаться человеком во Христе, если он убивает, насилует христиан православных, пытает, если он грабит и оскверняет храмы, глумится над святынями, да еще, как говорят в Кремле, занимается прости Господи каннибализмом. Разве такой может называться христианином? Католики это вообще не христиане. Однако, несмотря на такой строгий подход, никаких репрессий против наших русских, сомневающихся или чуть-чуть отходящих от православных канонов при Филарете не было. Приведу историю с князем Хворостининым. Был такой западник во времена смуты и после, приближенный в прошлом Лжедмитрия I. Этот князь заразился не то, что по католичеству, бог с ним, протестантизм. Отказался от молитв, от постов, всячески публично надсмехался над святыми. В общем, довел всех так, что Шуйский тот сослал его в какой-то монастырь для исправления. Когда власть сменилась, Михаил Федорович должен проявлять милость. Все-таки князь. Михаил Федорович его реабилитировал и под честное слово, что будет вести себя прилично, вернул в Москву. Однако ссылка не помогла. Форостидин по-прежнему в церковь не ходит. Хуже того, дворню, слух своих тоже не пускает. Ему постоянно ждут из-за границы какие-то непонятные книги, как показал потом обыск. Мало то, что на иностранных языках, но еще и сомнительного содержания, доносы, разбирательство церковное. Как вы думаете? В Испании на костре бы горел давно уже. Великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет, у нас все-таки Москва, патриархальность. Михаил Федорович опять донесли, что еретик, князь демонстративный, на колон его не посадил, не думайте, он ему лично выговорил. Опять не помогло. Так Хворостидин и хулиганил в церковном смысле до тех пор, пока не вернулся Филарет, который нянчиться с ним не стал, человек был строгий и сослал его в Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчину. Кирилло-Белозерский монастырь, оно сейчас одна из крупнейших православных святынь, невероятной красоты и места. Побывайте там обязательно. Мне как-то повезло там побывать. Белозерские старцы, уж я не знаю, что они там с Хворостидином сделали, но уже через год он в ересе полностью покаялся, выдержал экзамен по благочестию и знанию священного писания обрядов. Ну и что, простили его, вернули в Москву. Он сидел в Москве, в церковь ходил, писал стихи, причем даже с рифмой, такие современные очень для того времени, писал публицистику, она сохранилась, в основном о смуте, о лжедмитрии. Публицистика его весьма предвзята, не так, чтобы он объективен, все своих выгораживает в основном. Жил себе, не тужил, поэтому нравы были, в общем-то, при Филарете не строгие. Дожил он до преклонных лет. К вопросу о любимом мифе нашем, росте, невероятном средней продолжительности жизни, мы об этом не раз уже с вами говорили. Филарет дожил лет до 80. Вообще монахи, хочу вам сказать, живут долго. Если перешагивают определенный рубеж жизни в монастыре, то я уж не знаю, молитва, пост, образ жизни, наверное, образ мыслей, и каждоденный физический труд. Долго живут монахи, и вот Филарет тоже, хоть и государевыми заботами, но прожил долгую и счастливую жизнь. И когда мы говорим о Михаиле Федоровиче как о царе-миротворце, про то, как он восстанавливал страну после смуты, мы должны обязательно вспомнить о его соправителе, о его отце, чей вклад в дело умиротворения страны, честно говоря, верно, даже более весом самого государя. За это мы должны его помнить и чтить. Поговорим немного еще об одном соправителе. На этот раз соправителе Алексея Михайловича, тишайшего. Его наши учебники истории не любят. Его вообще историки не любят. Боярин Морозов. Такой он рассекой, жадный, вороватый, казнократ. Его порочная политика финансовая вызвала соляной бунт и прочее, прочее, прочее. А если разобраться, если судить об этом не с наших отдаленных трехста с лишним лет, а попытаться понять нравы того времени, то, в общем-то, мы увидим немного другую картину. Не идеальную, конечно, но другую. Боярин Морозов, Борис Морозов, родился в 1590 году. Он был назначен дядькой. Не как пишут в некоторых учебниках, я поправляю. Он не был дядей родным Алексея Михайловича. Он был дядькой, то есть воспитателем юного наследника престола. Так вот, он годился ему в отцы. И всю свою жизнь Алексей Михайлович относился к боярину Морозову как к названному отцу. Второму отцу своего. Дядька, он был грамотный. Разработал программу воспитания и обучения. Кроме понятного упора на знание священного писания, разных богослужебных текстов и православия в целом, там было еще и чтение, и география, и основы астрономии, и фортификация, и военное дело, и охота. Куда же без этого. Как потом писали Алексей Михайлович, молодые годы военное дело разумел изрядно. Первые годы при молодом царе, 16-летнем, возглавлял правительство. Вплоть до соляного бунта. Повторяться не буду, я рассказывал всю эту историю во время лекции про Алексея Михайловича Романова. Отмечу лишь несколько моментов, которые надо просто знать, чтобы честно смотреть на свою историю, когда мы говорим вот об этом отрицательном персонаже, бояре не Морозовы. Во-первых, Морозов совсем был не дурак. Реформа налогообложения, замена прямых налогов, которые были обременительными, тяжелыми, многочисленными, на косвенный соляной, на налог с потребления соли. В общем-то, это была новация в налоговом деле. По такому принципу собирались налоги, пожалуй, только в Голландии. То есть, он опередил, изучил иностранный опыт и опередил европейскую практику на десятилетия. При этом налог этот предполагался как более справедливый, потому что прямые налоги, они фиксированы. Они в значительной степени не зависят от того, сколько налогоплательщик зарабатывает. А соляной налог привязан к потреблению. Поскольку все тогда было построено хозяйство на потреблении соли, то логика царского указа, продиктованного Боярином Морозовым, была проста и понятна. Кстати, удивительная вещь в царском указе объяснялась, даже сейчас это толком не делают, объяснялась, почему правительство меняет налоговую систему в интересах налогоплательщиков. Говорили, вот вы, простите, много кушаете, будете больше платить налога. Те, кто много потребляют, таковое, большие дворы, слуги, крестьяне, хозяйство, они будут больше платить налогов. Скромная семья, средний класс, которые соль-то потребляют в рамках своего ежедневного рациона, они будут меньше платить налогов. Не очень это все получилось, по многим причинам, но идея была неплохой. Второе. Боярин Морозов, человек образованный, он собрал библиотеку, в которой были лучшие, как бы сейчас сказали, мировые авторы, иностранные издания. Не только богослужебная литература, ну и цицерон, тацит, не говоря уже о книгах по военному делу, медицине, истории, все это говорит о том, что это действительно был правильный выбор воспитателя для юного наследника престола. То есть сам по себе человек образован. Третье. Вполне себе патриот в понимании того времени. Именно правительство боярина Морозова отменило привилегии английских купцов, заставив их платить налоги. Долгие-долгие привилегии. Еще со времен Ивана Грозного. Конечно, объяснялось это формально тем, что вы, англичане, совсем без царя в голове. Казнили нашего брата Карлуса. Поэтому какие вам еще налоговые льготы после этого? Одумайтесь. Но нам-то это было выгодно. Русским купцам и промышленникам. Патриотично. Показательно, конечно, его афера большого хитреца с женитьбой. Михаил Федорович об этом тоже подробно рассказывал. Повторяться не буду. В результате сам он женился на младшей сестре невесты, супруги царя, став таким образом царем свояками, родственниками. Разница в возрасте была лет сорок. И годился он, конечно, на своей супруге скорее не в отце, а в дедушке. А что это у вас так, друзья мои, фрапируют? Вы что, светских новостей, что ли, не читаете? Сейчас такие происходят вещи иногда. Да, и супруга годится своему жениху в бабушке. Ничего, нормально. Мы как-то относимся к этому толерантно. Что мы цепляемся к боярину Морозову, который, видите ли, на сорок лет был старше своей. Очень полезный в силу того, что она сестра, царица, избранница. Красивая была, наверняка. Милославские были очень симпатичными девушками. Кстати сказать, боярин Морозов у нас как-то не очень звучит. Мы это больше знаем бояриню Морозову. А бояриня Морозова была супругой его младшего брата. Тоже вышла замуж в 17 лет и тоже была младше своего супруга примерно на сорок. И это тоже не особо кого-то удивляло. Кстати, у них родился наследник. Ну, а боярине Морозовой попозже. Причина фиаско всесильного соправителя и фактического премьера-министра боярина Морозова. Не только властолюбие. Это, кстати, для государственного деятеля нормальная черта. Без этого нельзя. Это дополнялось, как пишут современники, жадностью к золоту. Более того, ставленники его все тоже, видимо, злоупотребляли, были символами мздоимства. В общем, во время соляного бунта весь народный гнев был сконцентрирован на главе правительства боярине Морозовым и его приспешниках. Собственно, жив он остался только потому, что царь спас. Царь сам выходил к людям лично со слезами и просил пощады для своего дядьки. Мол, он мне вместо отца пощадите, люди добрые. Пощадили. Отправил в монастырь, когда чуть-чуть улеглось. Все-таки близкий человек, опытный. Но уже соправителем с того момента он не был. Хотя все время был при царе, при власти, он и вместе с Никоном поддерживал освободительный поход на поляков, вел переписку с Богданом Хмельницким, сопровождал царя во время его военных походов и на Смоленск, и на Вильно. Ну, что любопытно, не занимаясь плотно государственными делами, боярин Морозов уже на старости лет неожиданно открыл в себе по-настоящему большой предпринимательский талант и оказался невероятно предприимчивым человеком по полной программе. Ни возраст почтенный, ни болезни, ничего не могло его остановить. Он активно скупал так называемые казенные пустоши, пустующие земли. Завозил туда западной Руси крестьян, давал им землю, видимо, на каких-то льготных условиях, сманивал из Польши и даже не брезговал пленными поляками. То есть польской шляхте тоже предлагал крупные земельные владения у себя, мол, организуйте крупное фермерское хозяйство. Завел активнейшую внешнюю торговлю. Главными торговыми партнерами стала Англия, Нидерланды. Он организовал несколько заводов железноделательный, пивоваренный, винокуренный. А что самое интересное, редкость по тем временам был успешным банкиром. Кредитовал разные коммерческие предприятия, ну и своих сотоварищей бояр. Короче, все были ему должны. Всем давал деньги под интерес. В конце концов, уже один из самых богатых людей России. Дожил до 70 лет и в богатстве своем, увы, бездетный, по крайней мере, без официальных наследников, скончался. Кому досталось его богатство? Богатство его досталось ближайшему родственнику, младшему брату. А брат тоже через несколько лет умер. И вот это их совместное общее достояние переходит к сыну его брата, малолетнему, дай бог памяти, по-моему, Ивану. Но Иван-то малолетняя. Молодая вдова 30-летняя это та самая бояриня Морозова, которая таким образом становится не только одной из самых знатных, но и самых богатых женщин России. Вела она себя при всем немыслимом богатстве скромно, хранила трауру по мужу, воспитывала сына, замуж повторно не рвалась, хозяйство огромное, много занималась благотворительностью, ну и когда начался раскол русской церкви, попала под влияние старца вакуума. Старец, конечно, был большим пассионарием и вдающимся, опередившим свое время оратором, публицистом, харизматичный человек, вот под его обаяние она попадает, жутки он пишет боярине Морозовой письма, попрекая ее богатством, что не все она раздала нищим, попрекая ее красотой, так и пишет, страшная ты, черная в душе, свои глазищи выколить должна от соблазнов, ослепи себя, мол. Боярине Морозова приняла тайный постриг по старому обряду, довольно демонстративно выступала повсюду против реформы Никона церковной, но в конце концов нарвалась и вместе с несколькими подругами, княгиней Урусовой и другими арестована, да, помним, помним, да, та самая картина Василия Сурикова, гениальная, боярине Морозова после ареста ее из Москвы, посадят ее в земляную яму, в тюрьму, она не отречется от старой веры не под пытками, под пыткой голодом. За проповеди старой веры, ереси полагалось сожжение, применялось крайне редко, но было, там в основном самосожжение, чем заканчивали свою жизнь убежденные старообрядцы зачастую. и вместе с княгиней Урусовой умрут самоистязания, то есть самой земляной тюрьме. Вот человек верил, были у него убеждения. Такой был век, век искренней веры. За веру свою отдать все, что у тебя есть. Несколько слов о третьем герое нашего рассказа, о третьей суперзвезде 17 века, жизнь, деяния которого оставили свой отпечаток на всей последующей истории нашей страны, вплоть до сегодняшнего дня. Но если мы назовем его имя, никто не узнает, кто это. Звали его Никита Минов. Даже отчество мы его толком не знаем, потому что он из крестьян. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Никита Минов более известен нам как патриарх, соправитель и великий государь, снова великий государь, Никон. Изначально крестьянский мальчик, сирота, жил со злой мачехой, мама умерла, хотел юноша уйти в монастырь, по настоянию больного отца вернулся. Отец уговорил его жениться, стать священником, если уж он так близок к идее церковного служения. Вы знаете, белое духовенство, это священники, батюшки, им по канонам русской православной церкви разрешено, они обязательно имеют семью, детей. Вот уже черное духовенство, это монахи, всего себя посвящающие только исключительно служению Господу. Он уговорил его все-таки стать белым священником, жениться. А дальше трагедия, трое детей, один за другим, все умерли, и тогда где-то ему было около 30, вместе с женой они посудили, поредили, решили, что это божий знак, наказание, надо им все-таки уходить в монастырь. И оба приняли пострих. Он уехал на Соловки, жил в Скиту один, монахи какого-то небольшого близлежащего монастыря выбрали его игуменом. В качестве игумена он оказался по каким-то делам в Москве, где случайно или не случайно был принят молодым 17-летним юношей, очень религиозным царем Алексеем Михайловичем Романовым. Взрослые, проповедник, игумен монастыря Никон им около 40-ка в этот момент крепостью духа произвел на молодого царя такое неизладимое впечатление, что царь упросил его остаться в Москве при нем и назначил главою Новоспасского монастыря. Монастырь этот и сейчас действующий, если вы там не бывали, это самый центр Москвы, на Таганке, на берегу Москвы-реки. Сходите, там очень красиво, так благостно. Новоспасский монастырь изначально находился под покровительством семьи Романовых, потому что там была родовая усыпальница и там захоронены многие предки Романовых еще до их воцарения. В семейный Новоспасский монастырь каждую неделю приезжает царь, беседует с Никоном и Никон все более и более овладевает сердцем и душой молодого царя. Царь направляет его сначала новгородским митрополитом, где, кстати, Никон показывает себя отличным организатором, хозяйственником, деятельным человеком, наводит порядок в богослужении. Говорят даже, что именно Никон, при нем, по крайней мере, появляется традиция устных проповедей. До того, в нашей церкви священники проповеди не читали, было не принято, они только читали священное писание, проповедь, обращение от себя, от сердца к пастве. В общем, европейская церковная традиция появляется у нас, начиная с Никона. Никон устраивает типографию, печатает книги в одном из новгородских монастырей, проявляет себя как убежденный борец с пьянством. Всячески борется с пьянством среди священников и монахов, ну, а также добивается запрета на работу кабаков и по всей новгородской митрополии, в городах, воскресенье, праздничные дни. Никому это особо не нравится. И вот во время одного из мятежей в Новгороде, еще не знаю, по трезвому или по пьяному делу, Никона жестоко избили. Дело дошло до царя. И, казалось бы, должен Никон проявить свою суровую мстительность? Нет. Он упрашивает царя никого не наказывать. Мол, неразумные дети покаялись, прости их, не клеймили и не казнили. Это о многом говорит. Он возвращается в Москву и молодой царь уговаривает Никона принять патриаршество. Никон он называет своим особенным, особенным, как тогда говорили, другом. Говорят, что вот эта модель, молодой царь и Никон, она психологически воспроизводила модель предыдущую. Царь Михаил Федорович и отец его, патриарх Филарет. Тяжела царская ноша и Алексей Михайлович искал опытного, духовного человека, искал опоры. Дела Никона в Москве вызывают изумление. Он организует перенос в Москву мощей митрополита московского Филиппа Колычева, того самого, который пытался урезонить Ивана Грозного и которого по легенде, мы не знаем точно, было, не было, тут историки спорят, лично задушил валюту Скуратов. Алексей Михайлович в Успенском соборе принародно совершает обряд покаяния за деяние своего далекого предшественника царя Ивана Грозного. Такой ритуал царского покаяния немыслимое, даже не за собственный проступок, а заступки предков, производит на Москву невероятное впечатление. Никона тоже именуют в документах, они договорились так с Алексеем Михайловичем, великий государь, как ранее патриарха Филарета, нашего первого героя. Фактически главой правительства, когда царь уезжает из Москвы. Царь несколько раз, как мы помним, ездил в большие длительные военные государевы походы на Смоленск, на Вильно, на Ригу и каждый раз Никон полностью на хозяйстве. Но если Алексей Михайлович человек мягкий, не сильно администрирует правительство Боярскую думу приказы, то Никон деятельно всеми командует, во все вмешивается и в дела Боярской думы, и в работу как любой деятельный человек друзей не обретает, а число врагов его и обиженных множится. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию по всему московскому государству. Несложно догадаться, как и у всех его последователей, мало чего из этого получилось. И уже после смещения Никона всю эту антиалкогольную историю свернули. При Никоне же появляется и уже официально оформленная на определенном месте постоянная, огороженная немецкая слобода. Целый город в городе. В немецкой слободе к моменту, когда там появился Петр I, в первый раз жило, по-моему, около 20 тысяч человек. Это большой город внутри Москвы, со своими порядками, своим местным самоуправлением, своей культурой, своей архитектурой. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Никон говорил, что вот не надо. Пусть эти все протестанты, там и католики тоже были, пусть они живут там, за стеной. Конечно, в Москву пусть ходят, но ночуют там у себя, чтобы не было дурного влияния. Такая вот изоляция еретиков. На самом деле, как мы понимаем, психологически это создавало только еще больше соблазн, интерес узнать, а как они там живут. А если там все так особо, может там лучше, чем у нас. Соблазн этот и проявился потом в интересе молодого Петра I к немецкой слободе в самой-самой, что ни на есть полной мере. Никон активно поощрял церковное строительство. Ему мы обязаны грандиозным Новый Иерусалимским монастырем, который восстановлен последние годы усилиями попечителей Министерства культуры. Один из самых потрясающих памятников архитектуры наверное на Руси церковной, но уж точно в Подмосковье. Кто не был обязательно Новый Иерусалим должен съездить. Почему Новый Иерусалим? Потому что он строился как бы копируя план основных строений и мест старого, того самого Иерусалима, на тот момент занятого мусульманами. Идея Никона какова? Почему мы строим Новый Иерусалим здесь, под Москвой, на территории третьего, последнего, единственного православного Рима? Потому что грядет Второе пришествие и не сегодня, завтра, послезавтра Христос вернется на землю и будет судить правых и неправых. А где он остановится? Если Иерусалим занят мусульманами, ну где-то ему надо спуститься с небес, приземлиться. Поэтому мы построим Второй Иерусалим такой же. Это космодром. Пусть Христос вот оттуда, прямо сюда, на нашу Русь православную. Здесь и будет вершиться суд. Здесь правда и обретется. При этом Никон, он как бы не просто заказчик. Он самым активным образом следит за строительством. Он определяет, что, где, как, по какому проекту. Поскольку много писали о его увлечении математикой, вполне возможно, что он самые чертежи какие-то делал и расчеты проводил. Кто его знает? В общем, в любом случае Никон человек образованный, проделавший впечатляющий путь от крестьянского сына до широко образованного великого государя-патриарха. Всю жизнь учился, все время постигая новые-новые горизонты знаний. Собрал в том же Новом Иерусалиме богатейшую библиотеку. И, что интересно, совершенно не ортодоксальную, показывающую широту его взглядов. Там, помимо понятной богослужебной литературы, были книги на греческом, на латыни, книги античных авторов Геродота, Плутарха, Аристотеля. Там интереснейшая, интереснейшая библиотека. Никон сам пишет иконы. Освоил изготовление керамических изразцов. И изразцы Никона по его моделям украшают храмы и палаты. Открыл в Москве несколько училищ, открывал школы при монастыре, и все было бы прекрасно, но вот, знаете, что говорится, горе от ума. Церковная реформа Никона до сих пор является предметом споров людей и воцерквленных, и невоцерквленных. Понятно, что тексты при многократном, многократном переписывании за века были искажены церковных книг, много было чего перепутано. Зачастую малограмотные дички, панамари плохо понимали церковные книги. Откуда это выражение, что ты читаешь, как панамарь? Что ты бубнишь? Вот же панамарь бубнил эти церковные книги, читал, не понимая смысла, и не будучи в силах разъяснить, а в чем, собственно, суть. Начались богослужебные реформы, унификация церковных обрядов по греческим образцам, редактирование, переписывание богослужебных книг, и вот эти формальные вещи, которые нам-то вообще непонятны особо, в чем принципиальная разница, ходить с песнопениями вокруг храма по солнцу либо против солнца, делать крестное знамение троеперстием либо двуперстием. Для жителей 17 века это вопрос смысла жизни, вопрос спасения их души. Реформы воспринимались тяжело, но Никон был решителен, бескомпромистен, он опирался на поддержку царя и игнорировал растущее недовольство духовенства. Им были недовольны все. Бояре, он все-таки чужак, вообще кто он такой, крестьянский сын? Им были недовольны иерархи церкви, им были недовольны многие простые люди, которые не понимали смысла этой церковной реформы. Доволен-то им был только царь поначалу, но все более и более, вы знаете, Никон остановилось слишком много. Никон опирался на идею, что есть две ветви власти. Вот как сейчас власть разделяют на три ветви, законодательную, судебную и исполнительную. У Никона власть делилась на две ветви. Власть светскую, царскую, и власть духовную, власть священников и патриарха. При этом духовную власть Никон ставит выше власти светской. И, конечно, то, что необычно и пассионарно звучит для молодого юноши царя, для царя взрослого, побывавшего на войне, в походах, познавшего жизнь, этот царя уже раздражает. И неизбежно это должно было привести к конфликту с мужающим Алексеем Михайловичем. Кстати сказать, конфликт разразился вот так вот, знаете, на пустом месте, как всегда бывает. Ничтожный повод. Где-то в Москве подрались царские окольничи и так называемый патриарши-дворянин. У патриарха было свое дворянство, которое имело земельные владения и составляло окружение патриарха. В общем, сюжет Дюма. Мушкетеры подрались с гвардейцами кардиналов. А дальше жалобы, слово за слово. Никон требует расправы над этим царским окольничем. Царь своих мушкетеров защищает. Бояре, естественно, этот конфликт всячески раздувают. А он вас называл так, а тот о вас так отозвался. Ну, в конце концов, раззадорили обоих. Никон заявил, что все, более он патриархам служить не будет. И уехал к себе в Новый Иерусалимский монастырь. В ожидании, что вот за ним побегут, мол, на коленях приползете, просите у меня прощения. Будете просить меня вернуться. Но царь вырос. Вокруг царя было слишком много Никона. И царь не просил его вернуться. Началась странная ситуация. Патриарх вроде бы есть, но он там, где-то в Подмосковье. Обязанности патриарха никто не исполняет. Патриарше престол пуст. И длилось это несколько лет. В конце концов, не без труда собрали особый церковный собор, привезли двух греческих патриархов, как полагается, и, сколько же можно терпеть, лишили Никона Сана, сослав его простым монахом, сначала Ферапонтов, потом в Кирилло-Белозерский монастырь туда, к старцам, на Вологодчину, куда протестанта князя Хворостнина отправляли. Но в этот раз Белозерские старцы с Никоном ничего сделать не смогли. Он сам, кого хочешь, в чем хочешь, переубедит. Находился там в ссылке в монастыре многие годы. Царь, конечно, был человеком совестливым, мягким. Наверное, в глубине души к Никону по-прежнему испытывал уважение. Посылал ему подарки богатые. Вообще, почитать подарки, которые ссыльному Никону в монастырь отправляет царь, вы знаете, это такая вот книга о вкусной и здоровой пище. Там тебе и стерлядь, и осетры, и всякие вкусности, калачи, и арбузы соленые. Никон то примет подарки, раздаст братья, то откажется. То Никон пишет слезные письма, мол, все, я уже как бы многое передумал, государь, надо нам встретиться, простите. То наоборот отказывается от каких-то царских жестов доброй воли. В общем, эти сложные отношения помножены на то, что Алексей Михайлович стал уже совсем другим, взрослым, опытным, большим государственным политиком, а Никон продолжал пребывать в этой своей гордыне. Так они и длились. Вроде бы как жить ему и не мешали, но и не прощали. И в Москву не возвращали. В конце концов, уже официально он был прощен только при следующем государе, Федора Алексеевича. Но годы, годы берут свое, и, будучи прощенным, по пути в Москву, Никон скончается своей естественной смертью. А раскол останется. И боярине Морозова с сестрами и подругами своими будет далеко не единственной жертвой раскола. Поэтому горе от ума, благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда. Так талантливый человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни. Давайте об этом мы поговорим в следующей нашей передаче, которая будет посвящена не соправителям, а хитрецам, большим хитрецам 17 века. Наверняка большинство из вас даже и не слышали никогда, а это были такие люди, по которым просто плачет перо романиста. Спасибо вам за любовь к русской истории и до встречи через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова